В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипев. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Новые фонари, лежачий полицейский и запрет поворота налево. Как повысить безопасность дорожного движения? ЕГЭ-2021. Как будет проходить государственная итоговая аттестация выпускников? Есть ли угроза фундаменту? Очередное обращение в рубрику «Городской дозор». Далее расскажем обо всем подробно. Ситуация на дорогах города периодически становится темой для обсуждения на думских комитетах и заседаниях в администрации. В прошлом году Департамент городского хозяйства точечно заменил освещение на некоторых пешеходных переходах, чтобы снизить аварийность на этих участках. В этом году работу планируют продолжить. Такие еще меры принимают специалисты муниципалитета и ГИБДД, чтобы дороги в нашем городе стали безопаснее. С каждым годом в городе растет количество машин. И те дороги, которые были построены десятилетия назад, уже не отвечают новым требованиям. Строить новые транспортные развязки каждый год нет возможности. В рамках выделенного финансирования администрация старается применять меры, чтобы снизить аварийность на дорогах. Ряд мероприятий запланирован и на этот год. В целях снижения аварийности на опасных участках дороги в 2021 году планируется следующее мероприятие. На Перекростке улица Московская, улица Гоголя, улица Березовая устройство искусственной неровности. Это история с разгоном в направлении Нижегородской для того, чтобы снижать скоростной режим. Также планируют установить искусственные неровности на улице Балыговской, запретить поворот налево при выезде с прилегающей территории возле торгового центра «Атом» на Силкино. На Перекрестке Музруково-Зернова хотят реконструировать существующий светофор, чтобы можно было свободно повернуть налево с Московской на Зернова. Также в планном порядке заменять знаки на новые с повышенными светоотражающими свойствами. На опасных пешеходных переходах появятся светофоры. В пешеходном переходе у проспекта Музруково, в переходе к стадиону, планируется установка светофорного объекта с кнопочным режимом перехода. У перекрестка строителя Захарова, улица Давиденко, планируется установка искусственной неровности для того, чтобы снижать скоростной режим. И перед пешеходным переходом тем самым снизить возможность аварийности выезда транспортных средств со стороны Давиденко на улицу строителя Захарова. На этом участке, кстати, за календарный год произошло три столкновения. Место признали новым очагом аварийности. Также планируется поставить кнопочный светофор на улице Зернова на переходе возле парка. Финансирование ограничено, поэтому в первую очередь обращают внимание на магистральные улицы, где происходит больше всего аварий. У нас много мест, где требуется установка дополнительных светофорных объектов с кнопкой. На улице Силкино, на той же. И масса других. У нас есть четырехполосные дороги, где на сегодня пока нерегулируемые пешеходные переходы. А, естественно, на всех этих участках надо ставить регулируемые. Это дополнительные средства, причем это опасные участки. В первую очередь опасные. Поэтому я бы все-таки концентрировался на этих вещах, в первую очередь закрыть эти моменты. Впрочем, состояние дорожного полотна оставляет желать лучшего. Все мы помним колеи зимой, когда трудно заехать во двор. Сейчас им на смену пришли ямы. В прошлом году эти выбои на дорогах стали латать еще в феврале. И 34 ДТП у нас зарегистрировано при наличии сопутствующих недовольтворительных дорожных условий. Я не говорю, что 34 ДТП чисто по вине дорожников нет. Но сопутствующие нарушения в содержании УДС были выявлены при осмотре места происшествия. В целом, аварийность Сарови ниже, чем в среднем по области. Ее оценивают по двум критериям. Первый – это социальный риск. Количество погибших на 100 тысяч населения. И транспортный – количество ДТП на 100 тысяч зарегистрированных транспортных средств. Социальный риск в Сарове – 4,2 погибших на 100 тысяч населения. В регионе – это 12,6. Транспортный риск – единица для Сарова и 2,9 для Нижегородской области. Но у таких хороших показателей есть и обратная сторона. С 2015 года сотрудникам ГИБДД запрещено использовать скорости меры, чтобы фиксировать превышение. Делать это нужно с помощью автоматических камер, которые стоят на дорогах. Мы не можем заставить ЦБДД Нижегородской области прийти к нам в Саров и работать на наших дорогах. Это тоже, видите, отрицательная сторона цифра. Как хочу добавить, что все средства автоматической фотофиксации, которые в настоящее время устанавливают ЦБДД, устанавливаются по приоритету аварийности. И с учетом, конечно, наших цифр, нам очень трудно отягаться с областью. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. В этом году из-за пандемии выпускные экзамены в школах снова будут проходить необычно. ЕГЭ по математике базового уровня проводиться не будет. А выпускникам предстоит сдавать набор предметов в зависимости от того, поступают они в ВУЗ или нет. Об особенностях государственной итоговой аттестации в 2021 году мы поговорили с директором департамента образования Натальей Володько. Школьникам, которые в этом году не планируют поступать в высшие учебные заведения, достаточно сдать два государственных выпускных экзамена по русскому и по математике. Причем сдавать их нужно будет в своей школе. Тем, кто планирует поступать в ВУЗ, придется пройти процедуру ЕГЭ. И сдают они в обязательном порядке русский язык, и они должны обязательно набрать минимальное количество баллов для того, чтобы его сдать. И второй, любой предмет по выбору, или один, или два, или три, сколько им необходимо для ВУЗа, тоже в форме единого государственного экзамена. Математику, как обязательный предмет, отменили. Базовой части не будет. Профильную математику выбрали для сдачи более 400 человек. Более 40% выпускников будут сдавать физику. Решение провести итоговые экзамены в таком формате было принято исключительно из-за пандемии. Подобная практика не должна стать постоянной. В Нижегородской области в этом учебном году выпускники учились очно, но в каких-то регионах России учеба была дистанционной. Основной период государственной итоговой аттестации с конца мая до окончания июня. В экзаменах в девятом классе свои нововведения. Для того, чтобы в этом году детям сдать государственную итоговую аттестацию, получить аттестат, они должны сдать русский и математику в обязательном порядке в классической форме в пунктах проведения экзаменов. То есть они сдают обычный основной государственный экзамен, как это всегда было раньше, в пунктах русский и математику. Единственное изменение касается предмета по выбору. Ребята будут писать его в виде контрольной работы в своей образовательной организации в мае до начала периода государственной итоговой аттестации. Что касается выпускного, то массовые мероприятия пока запрещены, поэтому на сегодняшний день не планируется никаких привычных вечеров. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Саровчан приглашают присоединиться к акции «Час земли» 27 марта. Ее организует Всемирный фонд дикой природы при поддержке Министерства природы России. Всем желающим предлагают в этот день отключить все электроприборы в период с 20.30 до 21.30. Цель акции – привлечь внимание к сохранению ресурсов планеты и природы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Экзамены на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений с 1 апреля в России будут проходить по новым требованиям. Отдельного экзамена на закрытых площадках больше не будет. Проверять навыки вождения сотрудники госавтоинспекции будут исключительно в условиях реального дорожного движения. Правило коснется кандидатов водителей легковых и грузовых авто, а также автобусов и составов транспортных средств. Практический экзамен на мототранспортных средств будет проходить по-прежнему. С 1 апреля также изменится перечень ошибок и нарушений, за которые выставляют штрафные баллы. Другим принципиальным нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле во время экзамена. Ими могут быть, например, другие кандидаты в водители или представители общественных организаций автошкол. Участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации. С 1 до 30 апреля в Нижегородской области будут действовать традиционные ограничения на движение транспорта с нагрузкой на ось от 6 тонн и выше. Весной, когда почва переувлажнена из-за тающего снега, несущая способность и прочность дорог снижается. Введение ограничений на проезд больших грузов необходимо для того, чтобы минимизировать повреждения дорожного полотна. Временные ограничения не распространяются на международные перевозки грузов, пассажирские, автобусные перевозки, а также на транспортировку пищевых продуктов, животных, лекарств, топлива, удобрений, почвы, дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов. Социально ориентированные некоммерческие организации, ведущие деятельность в области развития командных видов спорта, могут получить субсидии с городского бюджета. Прием заявок пройдет с 1 по 7 апреля. Документы нужно предоставить в кабинет номер 234 здания городской администрации. Более подробную информацию можно получить по телефону 99040. Почтили память военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Мероприятие состоялось в преддверии 210-летия со дня образования войск правопорядка и пятилетия Росгвардии. У Вечного огня собрались ветераны Великой Отечественной войны и внутренних войск. Они почтили память однополчан минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Оркестр, парадный расчет, руководители города, Саровской дивизии и ветераны внутренних войск. В такое, можно сказать, камерной обстановке у Вечного огня почтили память военнослужащих, погибших при защите своего Отечества. Выражаю глубочайшую признательность и благодарность всем, кто прошел путь войны до конца и вернулся из адского труда живым и здоровым. Но, к сожалению, это удалось не всем. За 210-летнюю историю военнослужащие войск правопорядка стойко охраняли важные государственные объекты и защищали суверенитет государства. Офицеры, прапорщики, солдаты Саровской дивизии также участвовали в войнах. В составе нашего соединения многие военнослужащие участвовали в боевых действиях по поддержанию традиционного порядка в Советском Союзе и в России. И отдельные товарищи, капитан Шатилов, рядовой Мамутин, рядовой Гордеев погибли при исполнении воинского долга. Поэтому мы должны об этом постоянно помнить и напоминать нашим военнослужащим всех категорий. Ветераны внутренних войск отметили, что это мероприятие знаковое и должно стать традиционным. Именно о тех, кто отдал жизни за независимость государства, нужно знать и помнить. Событие сегодняшнее, оно волнует нас. Тем более, с ними служил и я. Евгений Шатилов тот же. Мы вместе служили. Память погибших почтили минутой молчания и возложили к мемориалу цветы. Елена Грескова, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Жительница дома на Московской, 21 обратилась в нашу рубрику «Городской дозор». Саровченко пожаловалась на то, что из-за неправильно установленного слива в арке между ее домом и соседним есть угроза подтопления фундамента. По словам женщины, она уже обошла все инстанции и нигде помочь ей не смогли. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Неправильно установленный слив в арке между вторым и третьим подъездами. С такой проблемой в «Городской дозор» обратилась жительница дома по адресу Московская, 21. Елена Макарова считает, что из-за нового слива талая дождевая вода подмывает фундамент дома. В том году я тоже куда-то пожаловалась, что здесь сделали слив такой, что он течет прямо под наш дом. Это разрушает. Строились дома частные, а получается, что мы под свои дома льем воду, чтобы они быстрее разрушились. Никто не хочет принимать никаких мер. Представитель МУП-центра ЖКХ утверждает, что за 2020 и 2021 год в адрес управляющей компании обращений жалоб по этому вопросу не поступало. Перед интервью арку осмотрели. Наледь, которая там образовалась, появилась по естественным причинам, пояснил Константин Зайцев. Но эта наледь, она присутствует ведь из-за чего в данный момент времени? Снег задувает и при положительных температурах он подтаивает. А так как там в арках тень, солнечного света нет, он достаточно быстро и растекаясь, и замерзает. Когда снег сойдет, функциональность слива и фундамент дома проверят снова. На период осеннего осмотра разрушение отмостка сотрудники управляющей компании не зафиксировали. Отмостка – это, скажем, один из проектных вариантов отвода дождевых вод, которые косые дожди по стене истекают. От фундамента не зафиксировано. Есть отдельные трещины, но это опять из-за разности расширения материалов. Это место примыкания отмостки горизонтально, вертикальности нет. Поскольку эта придомовая территория относится к управляющей компании, снег на ней расчищают регулярно. Но посыпать лед оперативно удается не всегда, рассказал Константин Зайцев. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Традиционно в дни весенних каникул в библиотеке имени Пушкина проводят неделю детской книги. Для своих читателей Пушкинка подготовила ежедневные интерактивные программы, игры, квесты, мастер-классы. Открыла неделю детской книги-встреча, посвященная творчеству Александра Волкова, создателя волшебника изумрудного города. Каждый ребенок в нашей стране знает, кто такие Элли, Страшилы и Железный Дровосек, и какое самое заветное желание было у Льва. В этом году отмечается 130 лет со дня рождения автора цикла книг «Волшебник изумрудного города» Александра Мелентьевича Волкова. И первую встречу в рамках недели детской книги в Пушкинке открыли интерактивной программой, посвященной его героям. Ребята вместе с главной героиней, девочкой Элли, отправляются в путешествие в изумрудный город навестить Страшилу, мудрого его правителя. Они встречают добрую волшебницу Велину, злую колдунью Бастинду, проходят множество опасных испытаний, проверяют свои знания и делают какие-то интересные для себя открытия. Это первая большая встреча в вочном формате. Весь год из-за коронавирусных ограничений библиотекарь устраивали для своих читателей мероприятия в онлайне или собирали небольшие группы на мастер-классы. И вот, наконец, в Пушкинке настоящие каникулы, пусть и в масках. Понравилась вообще встреча, потому что уже больше полгода не было никаких встреч. Был карантин, дистанционка и вообще просто посмотреть на мероприятие было большим праздником для меня. Впереди у читателей Пушкинки литературные турниры, театральный экспромт и знакомство с новыми книгами и концерты. Мероприятие также проходит и в структурных подразделениях библиотеки. Подробная программа на сайте пушкинкодефиссаров.ру Екатерина Пёнова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей Саров-24 И это всё, о чём успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!